Президент России выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В своей речи глава государства в основном говорил про внутреннюю политику. Начал с пандемии и здравоохранения в целом, сделал акцент на важности вакцинации и увеличении продолжительности жизни. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Также были анонсированы новые меры поддержки семей с детьми. Нуждающиеся беременные женщины будут получать пособия в размере 6 350 рублей ежемесячно. Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет должен составить 100% от заработка. Еще одна новая мера – семьи, в которых растут дети школьного возраста. В августе этого года получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей на сборы в школу. И отдельно глава государства предложил поддержать неполные семьи. 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет, включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. В Приморье, со слов губернатора, новыми мерами соцподдержки смогут воспользоваться около 50 тысяч семей. Также президент анонсировал возврат половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь и продлил программу возврата 20% затрат на тур поездки по России. Была затронута и тема экономического стимулирования регионов. Возвращение взятых ранее коммерческих кредитов, замещение их бюджетными, наш регион мало касалось. Возможность получить бюджетные кредиты под инфраструктуру могут те регионы, у кого меньше долговая нагрузка, конечно, вселяет в нас уверенность, что мы можем получать такие кредиты на 15 лет под 3% под инфраструктурные проекты. Тем временем, пока президент обращался к федеральному собранию, люди в городах страны вышли на несанкционированный митинг в поддержку политзаключенных. За несколько часов до начала мероприятия в центре Владивостока появились сотрудники полиции, ОМОН и автозаки. Выразить свою позицию вышли от 300 до 500 человек. Они в колонии гуляли по центральным улицам города. На этот раз шествие завершилось спокойно, без столкновения с полицией.